приветствую друзья сегодня мы с вами напишем крестики нолики с графикой на байтон с использованием библиотеки пайгейм и самое интересное не напишем своими руками ни одной строчки кода как вам такой поворот на самом деле это очень круто что существует чай gpt и он нам поможет это сделать если мы с вами посмотрим на результат на ту программу которую получим в результате то увидим вполне себе рабочий вариант в котором можно не только совершать ходы но и добиться того что будет подведен итог это очень круто до этого мы с вами экспериментировали уже с чад же 5 и получалось не совсем то что мы хотели но давайте мы посмотрим на код который нагенерила нам эта система и убедимся что там все хорошо или очень плохо итак переходим к нашему коду где наш замечательный код выглядит он вот таким вот образом и если в тут задуматься и за ответить на вопрос а почему же мы все-таки задействуем чад же 5 да потому что друзья современная версия пишет не только код но и комментарии к коду можно принципе использовать вот такие вот подходы для того чтобы научиться программировать смотря почему он это сделал задумываться прокручивать в голове и тем самым учиться на его примерах не всегда они конечно идеально но в большинстве случаев они бьют точно в цели закрывают те потребности какие надо в нашем случае чад же 5 тоже не промахнулся и сделал очень хороший ход он подключил библиотеку пайгейм собственно говоря она нам будет обеспечивать вот эту вот графическую красоту которую мы с вами видим потом она подключает библиотеку сис это потребуется для выхода из игры и еще одна библиотека тайм которая будет задействована для совершения пауз в игре на самом деле куча применения этих библиотек мы с вами когда-нибудь их разберем но погнали потихоньку здесь у нас есть такая штука как инициализация этой пайгейма все понятно это мы будем писать с вами точно так же потом он объявляет чад же 5 объявляет две переменные которые будут использоваться для подсчета различных штук нашей игре поскольку окно будет игровое поле содержать определенный размер в данном случае это 300 на 300 то от него будет писать все что будет происходить то есть расположение крестиков расположение ноликов и вот эти вот полосочки которые вы видите нашей нашей программе то есть вот это вот тоже все происходит за счет того что наша программа с вами рисует все что нам необходимо но ладно слишком тут углубляться не будем до происходит действительно создание вот этого поверхности в которой будет рисоваться наша игра задается режим 300 на 300 как у тракториста и после этого задается заголовок то есть посмотрите чад же 5 не только создает заданного заданный вот этот вот формат окна но еще и меняет ему заголовок для того чтобы сделать игру еще круче то есть мы сразу с вами из коробки получаем крестики нолики на мне надо ничего менять все уже готово что делает дальше чад же 5 дальше он просто доминирует на над пайтоном и создает три переменных которые необходимо будут в дальнейшем когда мы будем рисовать и писать здесь у нас используется всего лишь три цвета но как видите с этим он тоже справляется он задает белый цвет в режиме rgb черный и красный дальше он создает игровое поле то которое мы с вами создавали в предыдущих программах если вдруг не видели ссылочки будут в описании мы точно также его тоже объявляли но мы использовали конечно же циклы и в них мы уже заносили значение здесь сделано немножко по-другому и на мой взгляд тут чад же 5 переплюнул все что только можно будет подумайте если бы мы усложнили еще больше то зачем это нужно тут все так понятно игровое поле пустое мы смотрим на вот эту переменную и понимаем что здесь все как надо дальше происходит инициализация шрифтов и самое классное что здесь он использует не один шрифт а два как видите игровой и winner фонд это мы дальше разберем я не совсем понял зачем он так сделал но размеры видите отличаются то есть какая-то логика в этом присутствует и самое классное то что он эти шрифты видать как-то подобрал принимаете чад же 5 подобрал размер шрифта чтобы спокойно выводить это на экран не знаю магическая магия просто может быть все таки это там какие-нибудь человечки сидят и пишут код за нашего чад же 5 что у нас дальше дальше у нас есть функция которая draw board это принципе то же самое что и у нас в данном случае здесь происходит и отрисовка только игровых клеток это вот эти вот полосочки белые то есть вот эти вот полоски вертикальной и горизонтальной здесь ничего сложного нет за счет использования библиотеки пайгейм рисуется просто заданная вот эта вот полоса как вертикальная так и горизонтальная плюс чад же 5 объявил две две еще функции которые необходимы нам для рисования крестика и для рисования нолика как вы видите здесь у нас используются всего лишь две линии это для создания крестика и и одна всего лишь функция которая рисует круг для рисования нолика собственно говоря что очень логично все на этом принципе с рисованием тут я так понимаю заканчивается дальше идет вот такая вот портянка кода кода кстати не очень много всего лишь 158 строчек но тут еще переносы можно убрать всякие такие штучки например вот здесь переноса уж слишком много в общем если будете улучшать этот код его я думаю можно спокойно символов 120 ужать убрав только лишние переносы следующая функция которая создана была чад же 5 эта функция проверки выиграл ли кто-нибудь и смотрите если вы помните наши предыдущие уроки то мы делали немножко по-другому но в данном случае все тоже весьма корректно мы объявляем переменную которая по сути будет содержать этот знак который выиграл то ли крестик то ли нолик дальше мы начинаем проходить по всем столбцам и строкам и пытаться найти тот знак который выиграл но здесь делается очень интересно на с одной стороны а с другой стороны видите как много кода вышло можно было бы его сделать немножко поменьше но чад же 5 не поскупился и настрадал здесь столько строчек кода он просто перебирает получается дополнительно в цикле каждое значение нашей доски если в нем во всех во всех трех получается во всех трех ячейках строки или столбца стоит определенный знак то и за счет это all то тогда он ставит что знак выигрыша вот этот вот хотя вот здесь вот понимаете можно было бы сделать еще один цикл уж тогда раз он цикл в циклах гоняет и в нем передать просто x и нолик этот и как бы сократить еще строчки кода на здесь поняли как мы делали то есть в нашем варианте который мы писали с вами самостоятельно было наверное более правильное решение но в целом до согласен проверка и такая допускается за счет ола можно немножечко с 4 эти как бы чуть-чуть попроще сделать хотя и у нас там было ничего такого сверх естественно что еще тут у нас происходит теперь мы проверяем диагонали то есть здесь у нас проверяем цикл проверял получается таким способом здесь вот мы проверяем уже ну тоже получается all но только по диагонали да мы проверяем диагонали кстати вот здесь можно было бы просто в общем вот этот кусок кода этот фрагмент кода вы можете усовершенствовать спокойно и сократить весьма значительно можете даже взять это в качестве домашнего задания как я уже сказал ссылочка будет в описании на весь этот код и там все заберете и сделаете еще лучше чем тут что еще есть в наших возможностях наших функциях наших функциях еще встречается draw winner window и судя из названия и описания от рисовках на победитель которое которое смотрите получается должно будет вывести некий текст создает какую-то рамку и вот все это дело туда вписывает и сам текст помещает да вот он видите winner текст get hate т.р.р. т.р. 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 то есть помещает наш текст в какой-то в какой-то блок какой-то рект ну то есть это вот прямоугольник и после этого все дело вызывает функцию необходимо для того чтобы отображение произошло и засыпает на 2 секунды то есть когда окно победителя появится у нас будет 2 секунды она все заснет и все вот так вот будет дальше у нас идет огромнейший кусок кода эта функция основная игровая основного игрового цикла которая называется game loop и вызывается она самой последней строчкой кода то есть по сути вот эта вот инициализация всей игры которые у нас будет с вами происходить в данном случае доска почему-то через global но пусть она будет через global пускай так на совести чад gpt что у нас в начале определяется начале определяется какой значок ходит то есть крестик или норик в нашем случае это крестик и вот это бесконечный цикл задается за счет использования переменной ранен ранен он просто понимаете вот пока он запущен мы здесь с вами все дело прогоняем цикл до доходит бесконечно давайте попытаемся его ужать посмотреть его целиком вот тут такой вот он до большой ладно не будем его сильно уменьшать этого потом будете на мобильнике смотреть и ругаться на меня и плохими словами что ничего не видно значит так обработка событий эта штука очень нужная штука очень полезная она необходима для того чтобы наш код правильно взаимодействовал с пайгеймом пайгейм периодически будет кидать различные и винты и если у нас и винты будут совпадать с определенными штуками то мы должны будем выполнять действие ну допустим будет event который подразумевает что мы хотим выйти из игры и в этом случае надо что-то сделать и вот этот event называется у него quit значит в случае если мы решили закрыть окно и выйти из игры то мы должны завершить наш бесконечный цикл для этого мы выкидываемся в фолз ранен на самом деле мы здесь еще в этом цикле то конечно мы жить то будем но вот после таких вот действий как пайгейм quit и сиск exit мы уже отсюда конечно уйти в космический космос и вот это переменные особо значение будет не иметь но на всякий случай лучше поставить а может и не надо надо у по у этого спросить у нашего суперчат g5 и что еще если вдруг у нас event произошел другой например мы решили нажать мышкой мышкой вот нажимаем ба маусе button down понимаете да он произошел полный если у нас клик мыши произошел то мы пытаемся определить ее позицию во первых получаем x y а дальше мы с вами определяем ту клетку тут строку и столбец который клик совершен если мы посмотрим наше игровое поле то есть по сути когда мы кликаем вот сюда у нас будет какой-нибудь там 50 допустим на 50 координата мы и делим на соточку и с вами определяем где же у нас по сути в какой клетке совершен клик то есть вот тут у нас получается ячейка но если вы помните по аналогии с тем что мы писали это нолик нолик и вот она где-то здесь с вами и проскакивает дальше мы проверяем но не мы а чад g5 решил что нужно проверить какая какая у нас клетка свободной не свободно если вдруг она свободная то мы с вами туда совершаем ход как видите вот все все произошло все у нас сработало и самое интересное смотрите если мы ну да то есть вот это все дело происходит многократно даже если мы просто просто не нажали просто нажали не туда но хотя тут не нажать не туда это конечно достаточно тяжело если клик совершен то он совершен в рамках игрового поля но если вдруг мы с вами игровое поле расширим конечно же нужно будет учитывать не промахнулись ли мы там каким-то образом не туда ну допустим снизу у нас будет писаться результат или чей сейчас ход решение такое так вот проверяем что клетка свободным если она свободна мы туда помещаем тот значок тот символ который сейчас ходит крестик или нолик то есть где у нас вот он видите так отрисовка дальше если крестик то мы рисуем с вами крестик и вызываем ту функцию которая показывал выше то есть с определенными координатами и говорим о том что следующий ходит у нас нолик если нолик то все происходит наоборот мы рисуем нолик и следующий ходит получается крестик все тут ничего такого нет дальше происходит отрисовка игрового поля все повторяется заново то есть мы там рисуем с вами ну-ка давайте перейдем на всякий случай сюда да мы с вами рисуем получается то что нам нужно тут 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 вот рисуем линии и самое удивительное самую удивительное зачем зачем мы рисуем линии если мы не рисуем с вами мы не рисуем с вами ничего Ну, кроме линий Вот, кстати, интересно Давайте на всякий случай Ну, пока сейчас не будем экспериментировать Пока доведем наш код до финала Попробуйте поиграться и вызывать вот эту штуку только один раз Просто интересно Проверяем, есть ли победитель Ну, все мы уже с вами знаем Если он есть, если он не пустой То тогда мы пишем, кто выиграл И, по сути, завершаем игру Здесь false Это, на всякий случай, обновляем экран Что мы там наделали, что мы там понатворили И закрываем окно Если вдруг игра у нас закончилась То есть вылетели из бесконечного цикла То все, в принципе, можем свалить отсюда нафиг Давайте проверим вообще, как это произойдет Что будет Допустим, мы сейчас ставим сюда крестик, сюда нолик Мы видим игровое какое-то окошко, которое выскочило И игра действительно свернулась через 2 секунды Какие у нас нюансы с вами? Как я уже говорил, игра не до конца совершенна И вот здесь вот есть такое подозрение Что тот текст победителя Который мы с вами должны были увидеть Он пишется белым по белому И, скорее всего, нам надо с вами взять И вот здесь вот текст заменить на black И после этого мы решим первую проблему Которая здесь присутствует Давайте, на всякий случай, запустим еще раз игру И убедимся, что... Что у нас? Все хорошо? Вроде все хорошо Ничего не упало? Да, все работает Значит, крестик, нолик Крестик, нолик Крестик, нолик Победил нолик Да, теперь мы текст хотя бы увидели И это уже неплохо Это первый патч, который вам надо будет сделать И второе мне было вот интересно Смотрите, игровой цикл, ладно, это хорошая штука Но, но Нужно ли нам бесконечно рисовать вот это игровое поле? Есть такое подозрение, что игровое поле нам нужно отрисовать всего лишь один раз И давайте его поставим вот сюда Запустим на всякий случай нашу программу Убедиться, что действительно нам этого будет вполне достаточно Рисуем Да, как вы видите Нам не надо каждый раз отрисовывать это игровое поле Поскольку доска отрисовалась один раз И этого вполне достаточно Когда это будет необходимо? Когда мы будем каким-то образом постоянно перестраивать наше игровое поле И требуется заново на холст нанести какие-то штуки В нашем случае эти штуки наносить не нужно Достаточно один раз его отрисовать И на этом все дело закончится В общем, друзья Мне кажется, на этом все надо заканчивать Если вам все понравилось, ставьте лайк Если вы хотите, чтобы был разбор вот этого пайгейма Как с ним работать, как создать игру И может быть мы с вами напишем какую-нибудь 2D сверху стрелялку Или что-нибудь типа того В общем, пишите в комментариях Если вы хотите увидеть что-то более интересное в графическом режиме Либо какие-то разборы еще кода чат GPT Не знаю, там супер-пупер штук Как я уже говорил Недавно я сделал транскрибирование А совсем недавно я еще и написал приложуху под Android Может быть кому-то тоже будет интересно Пишите в общем все в комментариях Все, что вы думаете Все, всем пока Увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok